Россия – удивительная многонациональная страна, в которой проживают без малого две сотни разных народов. И культура каждого из них отличается даже от культуры соседей, не говоря уже о жителях других регионов. Сегодня мы познакомимся с удивительным миром карельских сказок. Карелы – родственны народам, заселяющим Северную Европу. Финнам, Вепсам и даже Саамам. Поэтому в карельском эпосе можно найти черты, присущие скандинавскому фольклору. Но и черт русского народного творчества в нем тоже немало. Неудивительно, история карелов и славян тесно связана. Новгородская колонизация северных земель и распространение христианства способствовали приобщению карельных жителей к славянским традициям. Русские народные сказки были хорошо знакомы карелам, которые, кстати говоря, сумели сохранить их даже лучше, чем жители центральной России. Именно в Волонецкой губернии, куда входила нынешняя Карелия и часть Архангельской области, сохранились и были записаны фольклористами те сказки, которые считались давно утраченными. В волшебных карельских сказках часто появляется лесная ведьма Сиоидар. В отличие от нашей бабы-яги, хранительницы закрупного мира, способная быть как злодейкой, так и помощницей героев, карельская ведьма Сиоидар всегда отрицательный персонаж. Она завистлива и коварна, живет чужим добром, но в конце каждой сказки получается заслуженное наказание. Карелы издавна жили на вольном просторе и не стремились захватывать чужие земли, хотя не раз и защищались от врагов. Главные герои карельских сказок доверчивы, добры и честны, просты и трудолюбивы. Они лишены жажды наживы, не завидуют другим и не промышляют разбоям. А цари у них могут жить в соседней деревне, а то и вовсе в соседней избе. Видимо, карелы слабо представляли себе царизм как форму правления. Внимательные читатели заметят, что сюжеты некоторых карельских сказок покажутся нам знакомыми. Почему так происходит? Ученые объясняют это заимствованием или, иначе, теорией бродячих сюжетов. Многократно рассказываясь, перебираясь со сказочниками из одного региона в другой, сказка видоизменялась. Пропадали те детали, которые не были бы понятны местным слушателям, а на смену приходили другие. Так, например, сказка «Невеста-мышь» напомнит нашим слушателям русскую народную сказку «Царевна-лягушка». Наверное, наши читатели тоже вспомнят немало сказочных сюжетов, схожих у разных народов. А сейчас предлагаем нашим читателям послушать замечательную бытовую сказку «Овод и козы» о незадачливом пастушке и находчивом оводе. Жил когда-то парнишка-сирота. Он коз спас. Однажды гнал он стадо коз мимо ржаного поля. Но козы перескочили через ограду и разбежались по полю. Пастушок пустился за ними, пытаясь согнать с поля. Бегал, бегал, устал и до того накричался, что охрип. Но упрямые козы словно дразнили его, все скакали по полю. Пастушок сел на камень у дороги. Вдруг откуда ни возьмись, подбегает к нему белка. «Чего плачешь, паренек?» «Не могу коз из ржи выгнать». «И всего-то? Да я их в момент выгоню». Гонялась, гонялась за козами белка. Совсем обессилела. Села тогда рядом с сиротой и тоже заплакала. Сидят и плачут вместе. А мимо бежит лиса. Спрашивает. «Чего плачете?» «Да не можем коз с поля выгнать». «Тоже мне беда», — говорит лиса. «Я их вмиг выгоню». Гонялась, гонялась лиса за козами. Устала до полусмерти. Села рядом с сиротой и белкой. И тоже заплакала. Сидят и плачут втроем. Не успевают слезы утирать. Выходит медведь из леса. «Чего вы тут горюете?» «Еще бы не горевать. Никак не можем коз с ржаного поля выгнать». «Ну и не умехи же вы. Не можете коз и ржи выгнать. Ладно, уж я вам помогу». Стал медведь перелезать через ограду. Порушил ее при этом. И в перевалочку погнался за козами. Но они разбежались все в разные стороны. Попробуй, поймай-ка. Пыхтит медведь. Бегает по полю. Больше ржи потоптал, чем козы. Вспотел до того, что пот с него ручьями палился. Ничего у него не получилось. Летел над ними овод. Удивился. «Странно. Сильные, большие. Оплачете. Кто же вас обидел?» Они отвечают как один. «Не можем никак и ржаного поля коз выгнать». «Ну, так и быть. Помогу я вам в беде», — пообещал овод. «Да где уж тебе помочь?» Ответил пастушок. А овод зажужжал сердито. «Уж я из ржи, из ржи коз выгоню». Козы как заслышали, что над ними овод жужжит, сразу пустились на утек. Увидел пастушок, что все стадо выбежало на дорогу. Схватил свой пруд и пустился вдогонку за козами. Даже поблагодарить овода не успел. Да и с другими помощниками не попрощался. «Приходите в готовинку».